Губернатор округа Игорь Кошин держит на контроле ситуацию, связанную с крушением вертолета Ми-8 в районе Бесторождения Трепса. Сегодня утром он посетил окружную больницу, в которой находятся пять пострадавших. Напомню, информация о крушении воздушного судна поступила в воскресенье в 13.28 на пульт оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Ненинскому округу. Любая авиакатастрофа, она, безусловно, начинается на земле. И к ней приводит ряд факторов, которые выливаются в происходящий инцидент. Безусловно, мы координировали все происходящее. Вчера, как только позволили иметь его условия, сразу был отправлен борт. Далее у нас шел пассажирский вертолет с населенного пункта. Мы также его посадили в том районе, что при необходимости старая машина приняла участие в эвакуации пассажиров. Было тут же отправлено две бригады врачей, подготовили транспортировки. Вчера вечером тяжелые больные, пострадавшие, были размещены в нашей больнице. На борту авиационной машины находилось семь человек – работники подрядных организаций нефтяной компании «Башнефть Полюс», «Беломор Транс» и «СМУ номер 4», жители Архангельска, Кургана и Уфы. В результате крушения двое погибли. Это борт механики и один из пассажиров. Еще пять пострадали. Через несколько часов после авиационного происшествия к месту ЧП добрались два вездехода. Жертв катастрофы сначала доставили на вертолетную площадку месторождения Трепса, там им оказали первую помощь медики нефтяного промысла. После чего пострадавшие ждали борт санавиации из Наринмара, который из-за плохих погодных условий вылетел только в 16.22. Выживших вертолетом Ми-8 перевезли в Наринмар. Спасательный борт прибыл в окружную столицу в половину девятого вечера. Оттуда всех пострадавших на четырех каретах скорой помощи отправили в приемный покой. Один из пострадавших после осмотра врачей переведен в хирургическое отделение. Состояние его стабильное, пациент, по словам медиков, чувствует себя неплохо. Остальные пострадавшие находятся в реанимации, их состояние оценивается как очень тяжелое. Два из них в тяжелом состоянии. Тяжесть обусловлена множественными переломами ребер. У одного из них перелом бедра. У обоих закрытая черепно-мозговая травма. Также необходимая помощь им оказана. Состояние их тяжелое, стабильное. Еще два пациента находятся в очень тяжелом состоянии. Ночью они были в экстренном порядке. Оба проопереживаны. У обоих тяжелая сочетанная травма. Закрытая черепно-мозговая травма. Это перелом ребер, ключицы, перелом бедра. У другого пациента разрыв селезенки. Поэтому оба они были проопереживаны. На сегодняшний момент состояние, как я уже сказал, очень тяжелое. Оба находятся на искусственной вентиляции и легких. Сотрудники Наринмарского авиаотряда, Наринмарской районной поисково-спасательной базы и медики санавиации сработали слаженно и оперативно. Сотрудники МЧС дежурили в аэропорту до прибытия пострадавших. Сотрудники МЧС на место авиакатастрофы не вылетали в связи с отсутствием места на вертолете на санрейсе. Сотрудникам была организована встреча пострадавших, помощь при транспортировке, перегрузке и доставке в больницу. Известно, что вертолет Ми-8 выполнял рейс по заказу компании «Башнефтполюс» из Варандея в Наринмар. В нефтяной компании ситуацию комментировать пока отказываются. По предварительным данным, причиной трагедии могли стать плохие погодные условия. В Росавиации сообщают, что авария произошла из-за поломки двигателя.